почему же мы все-таки упадем на 40 процентов почему считаю что у нас именно 40 процентов именно на 40 процентов мы упадем смотрите еще вам показать для того что инфляция на самом деле не такая как есть а сейчас просто рисуют в америке это с восемьдесят девятого года на графике вы видите показатели по цен на нефть черный график медь синий график серый график платина фиолетовый график это у нас сахар и желтый график это пшеница большой график вопросов нет давайте посмотрим на более узкое приближение с 2000 года медь находится на максимальных значениях нефть пониже там существенно но если взять с 2010 года смотрите какая удивительная история вот прям очень удивительная история еще ближе посмотрим с марта 2020 года медь выросла до максимальных значений платина выросла на 36 процентов пшеница выросла на 26 процентов сахара с чем там у нас получается сахар с нефтью выросли там в пределах 20 процентов что происходит ватафак а происходит то что сырьевые товары просят инфляцию то есть если вы производитель если вы капиталист то вам необходимо для того чтобы защититься от будущей инфляции которая неизбежно будет даже вы должны просто купить сырьевой товар потому что любому капиталисту нужно всего лишь три ресурса человеческий ресурс финансовый ресурс и природный ресурс кто у нас основной капиталист сейчас в мире где создаются прибавочная стоимость юго-восточная азия и что они с этими тремя ресурсами ну китай в частности золотовалютных резервов у них достаточно с населением вообще проблем нет с рабочей силой и соответственно если ты хочешь защититься чем ты будешь защищаться как производитель ты будешь покупать цены на сырьевые товары то есть что вам хочу показать я вам хочу показать ну первого то резюме такое сделать пусть она длинная ребят но это вот та ценность вы получаете эту информацию абсолютно бесплатно да это моя точка зрения это мое мнение по поводу того что же происходит а происходит следующее происходит то что мы сейчас увидим разгон инфляционных рисков инфляционных ожиданий и в конечном счете это приведет к увеличиванию стоимости деньги будут более дорогие потому что инфляцию начнут сдерживать путем повышения процентных ставок и мы увидим вот следующую информацию прям можете взять и записать эту информацию как оценить справедливую стоимость есть такой показатель цена прибыли то есть мы берем цену компании делим на ее чистую прибыль и получаем некий коэффициент который показывает сколько лет нам понадобится для того чтобы окупить наши инвестиции то есть если компания допустим стоит 100 долларов а чистая прибыль у компании составляет 20 долларов мы 100 делим на 20 получаем 5 5 лет будут окупаться наши инвестиции если мы хотим рассчитать насколько рентабельно компания которую мы покупаем нужно сделать наоборот 100 делим на 20 получаем рентабельность с какой мы работаем почему это важно потому что когда вы инвестируете в акции то есть у вас как у инвестора есть альтернативы да то есть вариант номер один вы даете в долг государства какому-нибудь государству надежному америке условно даете на 10 лет вот в текущий момент доходность десятилетних облигаций просится которая составляет два и два процента то это значит это значит что если вы купите облигации соединенных штатов америке то в этом случае у вас доходность будет там во время двух процентов то есть каждых ложных 100 долларов вы будете получать 2 доллара торопе показатель да есть так называемое понятие среднее значение премии за риск я хочу получить более высокую прибыль и поэтому я покупаю в акциях в акциях более высокий риск в акциях может быть прибыль может ее не быть можешь капитализировать могут не капитализировать то есть там все равно есть предпринимательские риски но я иду туда потому что хочу получить большую норму прибыли. И вот среднее значение премии за риск по американскому рынку составляет 4%. Почему это важно? Потому что сейчас, когда вы можете получить ставку безрисковой доходности 2-2,5% на десятилетнем промежутке времени, и среднее значение премии за риск составляет 4%, то мы получаем, что в этом случае у вас форвардный показатель цены, форвардный показатель прибыли, деленный на цену, должен находиться в диапазоне 6,5-7%. То есть, инвестируя в акции американских компаний, вы должны иметь доходность от этих инвестиций в районе 7%, при доходности безрисковой ставке доходности 2%. Когда ставка безрисковой доходности составляла 1, до недавнего времени, то есть она и сейчас составляет на самом деле 1, десятилетки торговали совсем недавно с доходностью, то есть ставка безрисковой доходности равно доходность десятилетних облигаций. Недавно это был показатель 1. Среднее значение премии за риск неизменно составляет 4. Форвардный E на P равен 5, то есть средняя рентабельность американского рынка при ставке десятилетних облигаций 1% составляет 5%. P на E равно 20. Почему Баффет говорит, что когда P на E американского рынка выше 20, это говорит о перекупленности рынка. Но сейчас этот показатель ребят для Америки составляет 40. Что такое 40 P на E по Америке? Это значит рентабельность ваших инвестиций в акции Америки составляет 2,5%. Это значит, что покупая по текущим ценам и будущей прибыли американские компании, вы получите доходность на каждые вложенные доллары 100 долларов 2,5 долларов в год, имея все риски инфляционные, риски роста процентных ставок, предпринимательские риски, конкуренты появятся. То есть вы всем этим рискуете с тем, чтобы получать наглажденные вложенные 100 баксов 2,5 долларов в год. Почему рынок так тряханул американский? А потому что доходности 10-летних облигаций начали расти в район 2%. Что люди начали в этом случае понимать? Зачем мне покупать акции и иметь доходность 2,5% и думать, то ли будет у меня эта доходность, то ли нет, когда я могу купить просто гособлигации США и получать доход 2%. И самое главное, рынок прасит, что это еще не остановится. У нас еще локдауны не прекратились, у нас еще вакцинация не такой большой объем занимает. То есть инфляция-то официальная даже еще не росла, а доходность уже сравнялась облигаций и акций. Мало того, когда доходность вырастет выше 2,5%, Федрезерв вынужден будет повышать процентную ставку. Но сначала свернуть программу выкупа активов, а потом и начать ужесточать кредитно-денежную политику. И это будет делать не только Федрезерв. Это уже делает Банк Китая, это вынужден будет делать Федрезерв следующим. После Федрезерва подтянется Европа, и за Европой подтянется Япония. И, ребята, это же не произойдет сразу. Вы поймите одну простую вещь, это будет тянуться годами рост процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию. И если инфляция, ребята, это растет до 5%. Зачем нам до 5%? Давайте посмотрим, что доходность десятилетий приближается к 3%. То есть это может произойти в течение следующих 6-9 месяцев. Наша формула. Безрисковая ставка становится не 1, а 3. Среднее значение премии за риск такое же остается 4. У нас получается форвардное ЕП будет 7. П на Е в этом случае должно быть 14. Сейчас среднее значение рынка США – 40. То есть мы с 40 показателей 40П на Е падаем на 14. На сколько падаем? 14 делим на 40, умножаем на 100, получаем 35. Минус 65%. Как вам? Альга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин